Татарочка должна быть творческой, мудрой, гостеприимной, обаятельной, элегантной. Должна ценить традиции своего народа. Какими качествами должна обладать татарская девушка, они хорошо знают, ведь позади у каждой уже несколько конкурсных этапов заочных. Участницы своими руками мастерили древние женские головные уборы и калфаки, вязали носки с солдатами, готовили салму, блюду, без которого не обходятся мусульманские праздники. В финальном состязании необходимо продемонстрировать всё своё обаяние. Я подумала, что это попробовать. И мне очень понравилось, меня это затянуло, родителям нравилось, до сих пор они за меня болеют, держат кулачки. Я изменилась, и изменилась в хорошую сторону. Я стала более как-то элегантнее, более мягче, более как бы стала ценить свою красоту и свои вообще возможности. Конкурс «Татаркозы» в первую очередь призван подчеркнуть связь традиций и современности, а потому из года в год он становится площадкой для показа национальной самобытности и культуры. Молодёжь всегда должна развиваться и идти вперёд. Это конкурс, направленный на сохранение духовных, семейных ценностей и, конечно же, традиций, которые наши девушки, будучи ставят матерями, передают своим детям. И в этом году наш конкурс посвящён очень интересной тематике. «Люблю тебя, мой край родной», потому что именно женщина является хранительницей очага, именно женщина передаёт любовь к своей семье, к своему дому, к своей малой родине, к своим детям. В нашей семье, конечно, мы чтим татарские традиции и стараемся сперечь культуру, несмотря на то, что живём в городе. И всё равно татарские традиции для нас очень ценны. Мама каждый праздник готовит татарскую выпечку. Мы собираемся всей семьёй чай пить. Это, конечно, всё неотъемлемая часть татар. Девушки пели, танцевали, читали стихи татарских поэтов, а ещё сразились в интеллектуальной битве на знания истории своей малой родины. Самый волнительный момент – оглашение имени победительницы. Первое место присудили Айгуль Кавтаевы, уроженки Сосновоборского района. Победительница конкурса татар Казы подтвердила свой же жизненный девиз. «Если тебе скажут, что мечты не сбываются, не верь, они сбываются, если за них бороться». Теперь ей предстоит покорить своей красотой и талантом жюри уже международного этапа в Казани.